Девушки отдыхают Но в Минске нашлись люди, которым удалось найти их в сейфах КГБ Белоруссии и вернуть нам. Сегодня эти материалы вы увидите в их линии. В 1996 году, через два года после избрания Александра Лукашенко президентом, в Белоруссии вручную вышли грандиозный гобелен. Его так и назвали «Гобелен век». В центре композиции «Христос». Его окружают Папа Римский, Черчилль, Хемингуэй и еще восемь десятков великих деятелей 20 века. Нашлось здесь место и для лика Александра Лукашенко. Александр Григорьевич, судя по всему, остался доволен. Вот она, жизнь. Это моя искусство истинное. Гобелену присвоили статус историко-культурного наследия первой категории. Автора этого произведения искусства наградили государственной премией. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. В последнее время президент Белоруссии не расстается со своим младшим сыном. Во всяком случае, перед объективами телеками. Вот он на параде. Ребенок в военной форме. Вот на учениях. Вот на выборах. Вот на очередной стройке века. Вот на исторической встрече с Папой Римским. Мальчик дарит главе католической церкви белорусский букварь. Один букварь, по которому я учусь у меня, а второй вам отдаю. Мать Коли, Ирина Абельская, сначала была личным врачом Лукашенко. Потом стала любовницей, и он назначил ее главврачом президентской клиники. А ее мать, ни много ни мало, министром здравоохранения. Но потом любовь прошла, и должности Людмила лишилась. Колю Лукашенко забрал себе. Всего у Лукашенко трое сыновей. Старший из них входит в совет безопасности. Средний возглавляет президентский спортивный клуб. Своего младшего Лукашенко называет будущим преемником. В семье, в политике делать нечего. Я президент. Ни жены, ни дети, никто. Роль маленького Коли в большой политике переоценить трудно. С его помощью белорусский президент создает положительный имидж, которого ему так не хватает. До недавнего времени в западной прессе Лукашенко называли не иначе, как последним диктатором в Европе. Сам себя он любил сравнивать то с Гитлером, то со Сталином. И считает себя крестным отцом всего белорусского народа. В народе его зовут просто батькой. У президента Белоруссии два высших образования. Одно историка. Второе экономиста. Он получил в сельскохозяйственной академии. В интервью журналистам белорусский лидер не раз признавался, что в школе и в вузах учился хорошо. И время от времени шокировал окружающих своими познаниями. Это фрагмент интервью из фильма белорусского режиссера Юрия Хащеватского. Чего мы стыдимся? Ну мы жили в том государстве. И Скорина был не только белорус. Он жил и в Питере. И творил там. Это наш Скорина. Россияне с гордостью о нем говорят. Для справки. Белорусский просветитель Франциск Скорина умер за 150 лет до основания Санкт-Петербурга. Но это деталь. Главное для президента говорить убедительно. Вот фрагмент еще одной телевизионной передачи. Как можно было, Александр Григорьевич, оттолкнуть от себя таких выдающихся писателей, как Василий Быков? Василий Быков? Действительно, я на его стихах, произведениях учился. Я ему ничего плохого не сделал. Он поможет прозу, Александр Григорьевич. Но он в позиции президента. Ну пишет прозу. Да, и стихи тоже. Не стихи не написал. Ну не важно. Ну вы мне расскажите о Василии Быкова, который в школе учил и неплохо учил. Что именно он учил в школе, неясно. Ведь Василий Быков действительно стихи никогда не писал. Вот что он говорил сам о себе в беседе со своим близким другом Олеся Мадамовичем. А парень не любил? Нет. Чаги у меня не было абсолютно неяркой. Значит, я сам не писал. Нет. Не писал. Александру Лукашенко приходилось быть и учителем истории, и комсомольским вожаком, и директором совхоза. Богатый жизненный опыт и крепкое здоровье привели его на вершину белорусского политического олимпа. Подобрать здоровье главное необразованный здоровый человек это здоровый дурак, я грубо говоря. Просто здоровый дурак. А здоровый дурак опасен для общества. Александр Григорьевич зарекомендовал себя как крепкий хозяйственник и человек, с которым лучше не спорить. Куда вы пойдете? Кому вы сегодня нужны? Я вас тогда предупредил. Минуточку. Подожди, минуточку. Минуточку. Не шуми, когда я говорю, слушаю. Если вы будете включать, я сейчас сяду в машину и поеду по своему маршруту. Он всегда готов дать дельный совет. 200 центров. Не торгуйте. Или ценное указание. И что тут за неразрешимая проблема такая? Пожить красиво. Кто сегодня, Сергей Сергеевич, мешает нашим великим руководителям концернов, извините мне, украсть эти лекала за рубежом и шить здесь, в Беларуси, женскую эту одежду? Сергей Сергеевич, это премьер-министр Беларуси. И как это министры раньше не догадались, что если воровать нельзя, но очень хочется, то можно. У итальянцев лекала, у России деньги, нефть и газ. Мы это можем сделать. Лукашенко часто говорил, что его главная проблема это доверчивость. Нельзя быть таким доверчивым. Надо быть счастливым. Но потом он эту проблему решил. Стал бдительным. Несколько личностей меня проинформировали по сводке об этом, как обычно. Были задержаны. Но извините, они сами попросили на себя. Примеры для подражания Александр Григорьевич черпает, как и положено, историку из опыта прошлых лет. Вот фрагмент его выступления по белорусскому радиусу. Гитлер сформировал внушшуюсь в Германию благодаря сильной президентской власти. И весь немецкий порядок формировался века. И в Гитлере это формирование достигло наившую точку. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента. После таких откровений западные журналисты, особенно немецкие, подняли шум. И Александру Григорьевичу пришлось немного самого себя поправить. Я о Гитлере говорил. Ну, фашист был власти. Ну, идиот самый настоящий был власти, который уничтожил столько народа. Но объединили нас. Объединили путем жесткой власти на этом этапе. Результат дало. Поэтому не надо упрекать меня в том, что мы хотим иметь в республике Беларусь серьезную жесткую власть. А потом Лукашенко от аналогии с Гитлером и вовсе пришлось отказаться. Якобы не его это слова, а фальсификация западных недругов. Якобы Лукашенко когда-то похвалил Гитлера. Я об этом говорил. Это абсолютная глупость в Беларуси. Если бы я это сделал, я бы уже, наверное, давно президентом не был. Обычная фальсификация, фальшивка, самая настоящая, сфабрикованная в Польше при содружестве нашей оппозиции и ЦРУшников. Ну, это мне добавило процентов в 10 голосов как самое малое. Высказывание Лукашенко можно было бы воспринимать как шутку, если бы не одно но. Все это говорил человек, от которого зависит судьба целого народа. И события последних лет подтверждают, что все это было им сказано абсолютно серьезно. В 1999 году в Беларуси произошла череда загадочных событий убийств и исчезновений главных оппонентов Александра Лукашенко. Вице-спикеры Верховного Совета Геннадия Карпенко считали главным конкурентом Лукашенко на предстоявших выборах. В марте 99-го его задержали за организацию несанкционированного шествия. После нескольких часов, проведенных в отделении милиции, Карпенко попал в реанимацию и вскоре скончался. Официальная версия сердечная недостаточность. Ровно через месяц после смерти Карпенко 7-го мая 99-го года исчез бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко. Он не дошел до собственного дома всего несколько метров. Он просто не пришел домой ночью. Этого никогда в жизни не было, тем более, что он мне позвонил и сказал, что Ольга, подогревай ужин. Я вот через 5 минут буду дома. Свидетели утверждали, что неизвестные в масках схватили генерал-майора прямо у подъезда, затолкали в машину и увезли. В середине 90-х Захаренко входил в ближайшее окружение президента Лукашенко, однако вскоре их взгляд.